На старт! Марш! Старт второму забегу дан на дистанции ученики начальных классов. Возможно, среди этих школьников будущие чемпионы и надежды саровского спорта. А пока они часть большого ежегодного спортивного праздника Кросснаций. Во всероссийской акции наш город принимает участие в 15-й раз. Я желаю вам сегодня получить удовольствие от этого великолепного праздника. Сегодня погода нам благоприятствует. И все, кто сегодня вышел на дорожку, все получат удовольствие. Для одних главный принцип участия в большом спортивном празднике – главное не победа, а участие. Другие же пришли на лыжную базу только за победой. На дне бега нет медалей и пьедестала почета. Главный результат для всех любителей спорта – это победа над собой и преодоление ранее поставленных рекордов. Я обогнал многих своих одноклассников. Я вообще сюда пришел, чтобы побегать. Для здоровья очень полезно. Спорт тренирует не только тело, но и дух, уверены участники дня бега. Самые юные легкоатлеты преодолели дистанцию 500 метров. Ребята постарше пробежали один километр, старшеклассники – два километра. А военнослужащие и работники городских предприятий пробежали символическую дистанцию – 2018 метров. Несмотря на возраст и уровень физической подготовки на финише, эмоции у всех участников забега были только положительными. Это была очень долгая легкая пробежечка. Но ее легкой-то не назвать, потому что я, если честно, только второй раз бегаю. И это как бы для меня только в новинку. Бег полезен человеку. Он укрепляет иммунитет и здоровье лучше становится. И человек очень, ну как, если его кто-то догонять будет, он будет в разных соревнованиях участвовать, побеждать все время. Для всех участников кросса нации на финише работала полевая кухня, где каждый желающий мог отведать свежего горячего чая. А для юных спортсменов и их родителей педагоги центра внешкольной работы подготовили интересные игровые площадки. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.